Обзор смартфона Oppo Arena 12 FS. Это версия 12, 212 гигабайт оперативной встроенной памяти. Отличная конфигурация оперативной и встроенной памяти. Стоимость данного смартфона примерно 450 долларов. Давайте посмотрим его комплектацию. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео. Переходим к распаковке. В комплекте сам смартфон в зеленом цвете. Доступно два цвета. Зеленый и вроде как розовый. Да, зеленый и розовый. Две такие вот цветовые вариации. Мне больше нравится зеленый. Вот такой приятный цвет по внешности. Ну и вообще-то смартфончик такой красивый. Прямоугольной формой. Круглый блок камеры. Тройная камера вспышка. Снизу Type-C порт. Порт для наушников. Динамик. Сверху второй динамик. Второй микрофон. Слева пустая граница. Справа кнопка включения кнопки регулировки громкости. Дальше в комплекте у нас транспортировочная пленка. Будет такой вот чехольчик. В комплектации. В цвет смартфона. Вау! Крутой чехол в комплекте. Такой вот полосатый. С текстуркой. Опа! Фирменный. Силиконовый. Тут также скрепка для сим-слота. Здорово, что это не обычный, да прозрачный чехол. А классный. Приятный очень чехол. Также в комплекте Type-C. И блок для зарядки 45 ватт. В принципе, больше на самом деле и не надо. 45 ватт вполне достаточно. Я на своем вообще 25 ваттной зарядкой пользуюсь. Очень довольный. Даже с ней телефон очень быстро заряжается. Вот тут 45 ваттная. Вот. Разблокируем. Устройство. По комплектации все супер. Мне очень понравилась комплектация. Перейдем в настройки. Так. Устройство. У нас ColorOS версии 14.0. 5000 мАч батарейка. Диагональ дисплея 6,67 дюйма. Этот дисплей Full HD+, 120 Гц, 394 ППА. Процессор MediaTek Dimensity 6300, 14 андроид. Так. Смотрим на результаты бенчмарков. Небольшие результаты на самом деле. Процессор этот далеко не топовый. Вот. Не монстр до мощности данное устройство в своей цене. То есть если сравнивать с смартфонами Xiaomi, смартфонами Poco, да с теми же и Samsung. Смартфоны в аналогичной цене будут уничтожать этот OPPO Reno 12. Давайте идем дальше. По Antutu бенчмарку мы набираем там в районе 600 тысяч вроде бы как. А нет, даже не 600. Я подумал, что 600. 438 тысяч. Ну, это результат нормальный для смартфонов в полтора раза дешевле него. Для такой цены, конечно, маловато. Если мы чисто говорим про результаты в бенчмарках. 10 касаний поддерживает тач-устройство. Так, хорошо. И перейдем к PUBG Mobile. Посмотрим, на каких настройках будет работать PUBG Mobile. Но я так понимаю, что скорее всего на средних. А на таких устройствах, ну, как минимум на высоких, должна запускаться такая игра. Вот, увидите сейчас меню. Загрузку пропущу. Так, загрузилась игра. Ну, да, средний уровень. То есть, выше уже поставить нельзя. Недоступен. Выше уровень только вот такой, как доступен на всех бюджетных устройствах. То есть, на смартфоне за 450 долларов будет работать PUBG так же, как и на бюджетках. Ну, вот, в общем, такой вот момент. Так, это телефон, да, по комплектации, по внешнему виду, по тому, как работает система, как работает этот лаунчер. Тут вопросов нет. Все отлично. Так же нормальная камера, то есть, для своей цены. Вот. То есть, хорошая детализация. Камера неплохая. Тут это объективно. Сейчас покажу вам примеры снимков на эту камеру. Вот, в общем-то, вывод в целом такой же, как у меня был и по OPPO Arena 12. Неплохая комплектация, неплохой внешний вид. Фанатам лаунчеров этого, возможно, до ColorOS. Ну, да, возможно, рекомендовать к покупке. Но так, в целом, в целом, в этой ценовой категории аналоги у других производителей, они значительно лучше. Как по мне, тут я вот, ну, каких-то вот прям явных плюсов у данного устройства не вижу. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока.